Челябинск наводит последний лоск. Завтра стартует российско-казахстанский форум. Объекты, которые будут посещать участники, проинспектированы. Это Юргум, новая школа в Парковом, а также филиал компрессорного завода в Красноармейском районе. Чиновникам приказано быть на телефоне. В четверг в столицу Южного Урала прибудут президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев. Сейчас под контролем властей гостевые маршруты. Вчера прошел контрольный объезд уже с главой города. Поэтому практически все готово. Сегодня Евгений Николаевич с Борисом Александровичем посещают предварительно объекты, которые запланированы для гостей российско-казахстанского форума. Форум продлится два дня. 8 и 9 ноября уже завтра состоится встреча ректоров двух стран. Она пройдет в Южноуральском государственном университете. Ее проведут министр образования и науки России Ольга Васильева и президент Российского союза ректоров и ректор МГУ Виктор Садовничий. Участники обсудят развитие современных вузов и партнерство университетов России и Казахстана. Деловая часть форума пройдет в четверг, 9 ноября, на площадке нового завода «Русские электрические двигатели». Эксперты обсудят приграничное сотрудничество и построение общей цифровой экономики. Там же пройдет пленарное заседание форума с участием президентов Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. Губернатор Борис Дубровский уже поставил задачу сделать Челябинск эталоном проведения подобных мероприятий в стране. Подготовка форума – это главная задача и ключевое событие в жизни региона. Нам важно провести это мероприятие на высоком уровне, чтобы форум в Челябинске стал эталоном для проведения подобных мероприятий в регионах нашей страны. Напомню, что заявки на участие в событии подали более полутора тысяч человек – главы регионов, политики и бизнесмены. В прошлом году такое мероприятие проходило в Астане. Там главы двух государств поддержали идею губернатора Бориса Дубровского провести следующее престижное событие в Челябинске. По-другому работал.